Приветствую вас. Вы знаете, вот ситуация, в которой вы оказались, она, что называется, несколько элементна, то есть в ней есть несколько элементов. Один из важнейших элементов это то, что мы человека, ну, мужчина, совершенно очевидно идеализирован. Что такое идеализировать? Что такое идеализация? Это когда у человека мы видим только некоторые его стороны. И не видим других сторон. Когда появляется такая возможность видеть одни стороны и не видеть других сторон. Очень просто, когда нет навыка замечать. Когда мы ослеплены желанием в отношениях получать. Когда мы стремимся в отношениях получать, мы по факту, видя, как кто-то нам это дает, как правило, не полностью, а хотя бы намек. Мы сразу теряем голову и забываем обо всём. Мне кажется, что так вот и получилось в какой-то степени. Вот. При этом я не хочу, чтобы вы думали, что я вас как-то обесцениваю. Не, просто навык восприятия мужчины, да, навык восприятия мужского поведения вас, наверное, не очень радует. Почему? Как ни странно, потому что вы не слышите сами себя. Да. Вот. То есть, если бы, если бы вам было бы, если бы вам было бы, интересно, интересны разные стороны своего молодого человека, да? Если бы вам были важны разные стороны молодого человека, в том числе и вас самой ответ, это возможно только в такой цепочке, цепочке. Вот. Вот. То вы бы очень быстро увидели бы, поняли бы, что человек, ну, мягко говоря, представляет из себя немножко не того, кто вам нужен. Это первое. Второе. Вам неинтересна ваша жизнь. Такое заявление можно сделать, исходя из того, что вы решаете проблемы человека, вы сейчас хотите вернуться, условно говоря, обратно в отношения, несмотря на то, что вам было очевидно плохо. Вы говорите о том, что, заметив факты физического насилия и написав заявление в полицию, да, вот, вы находитесь в подавленном состоянии. Потому что за одной стороны вы получили травму психологическую и физическую из-за того, что вас избили. С другой стороны вы переживаете сейчас столкновение с другой стороны себя. С той, которой мне кажется, вы пытаетесь успехать на протяжении длительного количества времени. Ну, по сути, на протяжении всего времени. Так, эта сторона, она очень чувствительная, она очень ранимая, она очень уязвимая, она очень слабая. И мне кажется, что в эту сторону вы не включаете взаимодействие с мужчинами по большому счету. То есть вы для мужчин ставите такой сильный, фурии, валькиры, да, и так далее. Но вы боитесь слабости, боитесь взаимодействия, вот. И чем больше вы от этого бежите, как мне кажется, тем активнее вас это догоняет. Ну, так обычно и бывает. Вот. Немаловажная часть от той боли, которую вы сейчас испытываете, составляет именно боль, непринятие той части себя, которая показалась в ответ на то, что делал этот человек. Понимаете? И... Вы не принимаете в себе эту часть. Понимаете? Отсюда такие противоречивые реакции. Вот вы и пишите, как находясь в таком подавленном моральном и физическом сцене, вы найдете себе силы жить даже без него и счастливы. Не знаю, видите ли вы или нет, но для меня есть некоторое противоречие в том, что вы пишите подавленным, потому что он вас избил, очевидно. И без него вы не счастливы. А чего вам не хватает? Вы не можете жить без него счастливы. Собственно... 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 Что такого есть в вашей жизни, что делает вас не счастливой? Билет человек. Братите, а в одной... Ну... В отношениях вас... Получается... Другой человек делает счастливой? Вот вам ответ на вопрос, почему вас избивали. Потому что вы даете человеку власть над собой. А вы себя власть забираете. Потому что... Получается так как. Не я... Эм... Могу... Себя... Сам... Сделать счастливым. А ты... Можешь меня сделать счастливым. А я... Ради того, чтобы ты... Сделал меня... Счастливым. Готовь на все. Понимаете? Вот. Это та идея... Которую вы транслируете... Мужчине. И... Которая, очевидно, провоцирует его на такие вот поступки. Ну... В том числе. Я думаю, что... Есть... Эээ... Много... Кхм... Обесценивали... У вас... По отношению к тебе. Я так... Я так... Думал... Думал... Я думаю, что... Эээ... Есть... Эээ... Внутренняя борьба. А имели я... Прав... Право... Ну... На... Существовать. Имели я право... Ну... На... Существовать. Имели я право... Эээ... Если... Эээ... Ну... А... Что я хочу сказать. Вот... Эта проблема, мне кажется, глобальная. Вы пытаетесь решить. Решить. Ну... Модель... А... Модель отношений... Эээ... Имеется... Ну... Я имею в виду... Модель... Личных отношений. Вот. Как того, что... В кобычках можно назвать... Люб... Любовь... Любовью. Вот. А... У вас... Значит это... Жертвенно. Ну... Как... Как мне видится. Види... Как мне видится. По крайней мере. То есть, любить можно только... Словно говоря, преодолевая себя, преодолевая и жертвуя собой. Вот. Все это нужно корректировать. А сейчас вам нужно отболеть. Вам сейчас больно, я не думаю, не думаю, честно говоря, что вы прям на данный момент вообще готовы к психотерапии. Я думаю, что сейчас вы больше готовы проживать боли, чтобы не повторять травмы. Вот. Понимаете, какая штука? Какая штука? Вот то, что я могу вам сказать. То, что могу вам ответить. Помощь здесь, ну как бы, работа с вами, Екатерина. Вот. Работа вот совсем тем, что я описал. Давайте я сейчас зачитаю ваш еще текст и дам некоторые комментарии. Встречалась, думаю, недавнее времени, испарина моложе себя на 4 года. Почему вы здесь говорите про возраст? Какое-то, какое-то значение имеют ли вы изначально относились скептически к тому, что парень моложе, например, но игнорировали потом? Познакомились на работе очень стремительно, стали развиваться отношения, быстро стали жить вместе. Ну, уже здесь чувствуется слияние. То есть, как бы, вот это стремительное развитие отношений, это слияние. Когда человек стремится распариться в другом человеке, да, как бы. Вот. Все как в сказке. Море, внимание, подарки, заботы. Постоянное совместное провожение. Мы очень быстро слились в одну. Ну, Екатерина, а вот как для вас стало возможным слиться в одну? Для вас это вообще свойственно слиться в одну? Слиться в одну? Да. Потому что, в глобан это как раз является тем деструктивным моментом, на который я хочу обратить ваше внимание. То есть, вы предпочитаете не замечать того, что происходит у вас, того, что происходит с вами, и вот, и обращать все свои внимание на другого человека. Ну, вот, ну, как бы, в процессе такого поведения происходят всякие неприятные штуки в виде того, что вы описали. Ну, того, что вы описали, в том числе. В том числе. Все меня постепенно стало узнавать о разных его проблемах, о долгах, увлечении наркотиков. Вот, знаете, какая штука? Проблемы-то есть у всех. И долги, даже наркотики, не являются, ну, фатальной проблемой. Опасной, безусловной, но не фатальной. Момент в том, что период ознакомства, узнавания как раз нужен для того, чтобы познакомиться не только с человеком, но и с его проблемами. А то, что вы стали быстро жить вместе свидетельствовать о том, что вам это все не нужно, вы это все не проходите. Вы пытаетесь скрыться, скрыться, убежать от себя, от внешнего мира. То есть, вы решаете некую, некую проблему, свою собственную, через человека. На этой почве стали происходить конфликты. Я думаю, конфликты происходить стали не на этой почве, а на почве того, что человек не оправдывал того, что вы ожидали. и вы из-за этого излились. То есть, личная ответственность здесь у вас хромает. На этот момент, когда мы решаем, кем решаем мы? Это слияние. Никаких мы? Нет. Есть вы. Есть он. И все. Мы пережили с ним доработиться, переезды, пандемию, ремонт от своих сведений. Опять же, мы, да, вот. Кто мы? У вас свой опыт, у него свой опыт. Очень много его проблем приходилось решать. Жертвенность. Видите? И жертвенность. Мне приходилось что-то делать ради чего-то. Для чего-то. А это не обрадовалось. По итогу. Стали проявляться встречающие чечи заслуженные силы с его стороны. Смотрите. Здесь, с точки зрения одного из подходов, психологии стоит следующее. Вы стали вести себя как мама. Ну, такой классический спаситель. Классический спасатель. Классический спасатель – это заботливый родитель, заботливая мать, отец и так далее. Забота – это как бы гиперопека. Гиперопека – это агрессия. То есть, ну, гиперопека всегда приводит к агрессии. Если вы, не знаю, ребенка или питомца, да, в домашних, типа окошке, там, или маленькой собаке. Вот попробуйте ее постоянно обнимать. Она вас как бы покусала, да? То самое происходит здесь. Если вы включаетесь в родительскую позицию, гиперопекаете, потому что вам, ну, так проще, вам проще на кого-то свою энергию привести, а не на себя, потому что с собой у вас проблема. Вот. И об этом вызывает агрессия. Потому что, ну, я чувствую, как вы меня, условно говоря, себя подавляют. Вот. Я не говорю, что это прям вы, вам виноватый. Но я просто говорю о том, что агрессия здесь – это ведь страх. То есть, то, что мы имеем дело в случае насилия, избиения – это страх. Плюс это, может быть, желание установить личные, желание установить барьеры между венами. Понятно, что это очень деструктивный способ во всех отношениях, но, тем не в тем не менее. Я собрала вещи, подала заявление в полицию, ушла. Это есть украс. Помогите, как я находясь в таком состоянии, найти себя снижать дальше без него и счастлива. Ну, я не знаю, как счастлив. Ага, Екатерин, блин, самый счастлив для каждого своё. Вот. Я думаю, что лучше, что вы можете сделать это через психолога, научиться себя понимать, а не спрашивать, как жить счастливо вам. Это же ваша жизнь. Это ваш путь жизненный. Ну, откуда мы можем узнать? Что для вас счастлив? О, счастлив. Как избавиться от навязчивых мыслях о техниках, когда все было прицерно прекрасно? А что вам в этом прицерно прекрасно, в этом прицерно прекрасном хочется? Что вас там привлекает? Что мотивирует вас уходить в иллюзию? Как избавиться от навязчивого желания его простить даже после такого ужаса? Опять же, желание простить. А простить ли? Ну, кажется, это не желание простить. Мне кажется, это желание спрятаться. Желание, вот, какое-то состояние себя вести защищённо, где вам не будет угроза, где вам не придётся иметь дело с самой собой. Ага, значит, так, я уверен, в моём случае речь, чтобы объезды и манипуляторы помогите. Екатерин, ну, я с вами не спорю относительно того, что, о чём в вашем случае идет речь, вот, но я не думаю, что это имеет особо значение, ну, значение, понимаете? Означение имеет то, что происходит с вами. Мне кажется, что вы даже сейчас пытаетесь за ответственность, своей личной, за то, что с вами произошло, переложить на кого угодно, на психолога, на мужчину, на ещё кого-то. Хотя, вот мне кажется, что, когда вы увидите свою и только свою, в первую очередь, ответственность, да, вот, вы увидите возможность для себя перемен в лучшую сторону, потому что сейчас, если вы посмотрите, ну, от вас вообще ничего не зависит. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok